Всем здравствуйте! В эфире первые городские новости. Расскажем обо всем, что происходило за этот день. Вот основные темы выпуска. Животные по-прежнему без еды и ухода на агрофирме Калинина продолжают погибать лошади и коровы. Ничего не изменилось после угроз лишать управляющей компании лицензии. Чиновники проверили состояние дворов. Чиновники приготовили для себя золотые парашюты и 43 года в браке без ссор и обид. В Кирове наградили лучшие семьи региона. Волонтеры Малмышского района снова бьют тревогу. Они утверждают, что про животных на нашумевшей агрофирме Калинина опять забыли. По словам очевидцев, на праздниках к лошадям и коровам никто не приходил. Волонтеры говорят, что животные на фирме без еды и воды. На фотографиях видно, что за животными давно не убирали. Это то, что сейчас там происходит. Все без изменений. Так и умирают, так и дальше продолжается, что у них нет воды, нет еды. И фекалии вообще не убираются. То есть видите, там на фотографиях примерно 15-20 сантиметров фекалий. То есть они прямо спят в этой жиже фекалии. Волонтеры рассказывают, что на ферме несколько корпусов и только один из них в нормальном состоянии. В декабре управление ветеринарии сообщало, что гибель животных прекратилась. Специалисты говорили, что все лошади, коровы и жеребята находятся под присмотром. У них есть корм и вода. По этому делу в декабре было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Чиновники проверили работы управляющих компаний. Сегодня они посетили несколько дворов, смотрели, как убирают снег и гололед у подъездов и в каком состоянии крыши. Оказалось, что управляющие компании забывают про уборку наледей сосулек с крыш домов. На Динамовском проезде нашли и большие ледяные навесы на крыше и колеи на дороге. Здесь основное нарушение их несколько. Это колейность придомовой территории и наледь на кровли данного здания. У управляющей компании, которая управляет данным домом, будет выписана информация со сроком исполнения в течение суток. И чтобы убрали наледь с крыши. Если не будет убрано по нашему информационному письму, то данная информация будет направлена в жилищную инспекцию. И, в принципе, здесь есть угроза жизни. Также мы проинформируем прокуратуру района. В Подосиновском районе чиновники подготовили для себя золотые парашюты. Нарушение нашла прокуратура области. В прошлом году депутаты Подосиновской поселковой думы внесли изменения в документы. По ним, в случае увольнения главы городского поселения, он должен был получать компенсацию в размере четырех своих окладов. Это больше двухсот тысяч рублей. Порядок выплаты так называемого «золотого парашюта» противоречит требованиям бюджетного законодательства. По этой причине прокуратура Кировской области направила в суд административный иск с требованием о признании недействующим изменения в положении. Проверка прокуратуры подоспела вовремя. Через суд документ признали незаконным. Решение еще не вступило в законную силу. Глава поселения продолжает выполнять свои обязанности. В Кировской области запретили частным лицам использовать беспилотные летательные аппараты. Указ подписал губернатор региона Александр Соколов. Теперь беспилотники разрешено использовать только органам государственной власти и подведомственным им организациям. Запрет будет действовать до снятия режима. Уровень базовой готовности в регионе был введен 19 октября 2022 года. Руководитель Киров-пассажир автотранса Андрей Логиновский покинул свой пост. С сегодняшнего дня он не отвечает за пассажирские перевозки в городе. Логиновский написал заявление по собственному, но ушел, судя по всему, из-за того, что настоятельно попросили. Министр транспорта области сказал, что для этого было несколько причин. Срыв выхода автобуса в морозы, острый дефицит кадров на предприятии и просьба о компенсации за доставку мобилизованных в Ольск. Нового директора КПАД обещают найти в ближайшее время. Десять лучших семей области собрались сегодня за одним столом. В правительстве области прошла церемония вручения памятного знака «Семейная слава». Награды получили семьи, которые живут вместе несколько десятков лет, воспитывают детей и чтут традиции. В зал правительства семьи приехали заранее. Нарядили детей, заняли места. Пока малыши с интересом смотрели в сторону подарков, родители пытались скрыть волнение. Получить такую награду для них – большой праздник. Вручение памятных знаков «Семейная слава» – давняя традиция. В этом году награду получили 10 семей. Каждой присвоена своя номинация – «Молодая семья», «Сельская», «Многодетная», «Золотая». Многие пары признаются, что семейная жизнь – большой труд, который требует ежедневной работы. Я считаю, что вообще критерием успешности деятельности власти в регионе является народосбережение. Чтобы детей рождалось больше, чтобы они воспринимали ценности старшего поколения, а это можно учить только в семье, чтобы дети любили свою землю, по возможности оставались здесь и служили во славу нашего региона. И тоже здесь же создавали семьи, рождали детей. Семья Пивоваровых вместе 43 года. Александр Анатольевич – учитель физики и астрономии. Наталья Михайловна – мастер спорта по акробатике. Они вырастили и воспитали трех детей. Сыновья уже взрослые, каждый выбрал свой путь, все живут в разных городах. Но неизменным остается одно – главная традиция семьи – собраться вместе 2 февраля. В эту дату они отмечают день рождения семьи Пивоваровых. Сегодня они тоже получили памятный знак «Семейная слава». Конечно, прежде всего мы родители, а все остальное – потом. Поэтому от того, какими мы воспитаем наших детей, зависит и наше будущее, и будущее нашей области, и нашей Великой России. Семьей года в номинации «Сельская семья» Всероссийского конкурса стали супруги Колосницыны. Они вместе 44 года живут в Апаринском районе, держат большое хозяйство. Всем лауреатам, кроме наград, вручили подарки, цветы, а дети получили сладкое угощение. Надежда Алюшина, Никита Возисов, информационный канал «Город». Чтобы стать стройным, не обязательно испытывать организм диетами и жесткими тренировками. Это на протяжении нескольких сезонов смогли доказать участники телепроекта «Похудела». Сейчас редакция готовится к съемкам нового сезона шоу и активно ищет кировчан, которые мечтают похудеть. Заявок уже немало. Я занимаюсь йогой и сейчас стала преподавать йогу. И мне немножко мешает этот вес для проходимости моей энергии в этом теле. Я обращаюсь к вам. Если вы сможете помочь мне в снижении веса, я буду вам очень благодарна. Участникам онлайн-кастинга не нужно никуда ходить. Достаточно снять видео и рассказать о себе. Также прислать пару фотографий в нашу группу ВКонтакте «Новости Кирова» Первый городской канал. Видеоанкеты принимаются до 13 февраля, после чего будет объявлен состав нового, юбилейного сезона проекта «Похудела». Напоминаем, что участие в проекте абсолютно бесплатное. Не упустите шанс попрощаться со своими лишними килограммами. Это были новости на Первом городском канале. В студии был Артем Миронов. Всего доброго и увидимся в городе.